Главная новость начала моего второго курса в ШАДе — я взял Академ. Почему я это сделал? И как это отразится на моей учёбе в ШАДе? Смогу ли я посещать занятия? И когда смогу вернуться? Узнаете в ближайшие пять минут. У этого выпуска появился спонсор — конференция по Data Science и бизнес-аналитике Loginom Day. Она пройдёт 15 октября в Москве и соберёт прикладные кейсы внедрения машинного обучения в бизнесе и крутых спикеров из Яндекса, Инвитро, Банка России и других компаний. Думаю, она будет полезна для DS-ов и аналитиков, метящих в управленцы, поскольку покажет связь между любимыми нами математическими методами и конкретными сферами и бизнес-результатами их применения. Регистрация бесплатная по ссылке, которую я приложил в описании. В выпуске будет четыре темы. Первым делом начнём со вполне практических соображений, когда брать Академ, чтобы не отчислили, и можно ли посещать занятия в Академии. Потом проанализирую, что мне уже дал ШАД относительно заявленных мною целей год назад, и почему я всё же решил поставить его на паузу. И напоследок расскажу, как тема ШАДа продолжит жизнь на канале, и при чём здесь Made от Mail.ru, Азон Мастерс и Зверовская школа 21. Как всегда, тайм-теги вам в помощь. Академ — это такой шадовский способ взять годовую паузу в обучении, если вынужден заняться другими делами, или не можешь справиться с нагрузкой и домашними заданиями. Можно взять не более двух Академов за всё время обучения. Процедура получения Академа достаточно простая. Пишешь о своём желании кураторам на e-mail, и они его удовлетворяют. Однако Академ нужно брать вовремя, не нарушая учебные дедлайны по сданным курсам и домашкам. Если вдруг что-то нарушил, не успев запросить дедлайн, всё, отчисление без возможности восстановится. Пока! Таких дедлайнов в первом семестре четыре. К началу октября, во-первых, нужно сдать по одной домашке во все курсы. Во-вторых, к 20 декабря нужно закрыть один обязательный предмет из трёх. К 10 января, в-третьих, закрыть два обязательных предмета из трёх. И в-четвёртых, к 1 февраля, все три обязательных предмета из трёх должны быть закрыты. Если чувствуешь, что не успеваешь хоть по одному дедлайну, лучше бери Академ. Я, например, взял Академ 12 сентября, так что нарушения дедлайнов не боялся. Кто смотрел меня год назад, помнит самое первое видео про ШАД. Почему, зачем и как. В нём я называл четыре цели обучения в ШАДе, для меня лично. Первое. Улучшить фидбэк в лес за счёт машинного обучения. Второе. Углубить моё понимание, как писать код. Третье. Понять, как преподают Data Science в ШАДе, чтобы преподавать его во ФЛЕС. И четвёртое. Получать удовольствие от математики. Посмотрим мой прогресс по каждой из них. Первое. Улучшить фидбэк по курсам ФЛЕС за счёт машинного обучения. До машинного обучения во ФЛЕС мы пока не добрались, но автоматизировали сборы, выдачу фидбэк, а также оценку уровня студентов в сравнении друг с другом. Углубить понимание, как писать код. Тут прогресс огромный. После боли и страданий на алгоритмах, плюсах, многочисленных итераций код-ревью, мучений с ГИТом и редактирования питоновских библиотек, я стал гораздо увереннее писать код на разных языках. И даже проходить отборы на разные технические метапы разработчика, вроде Яндекс.Селл.Драйвинг.Карс, на которые ходил ради интереса. Понять, как преподают Data Science в ШАДе, чтобы преподавать его в ФЛЕС. Как устроено преподавание, увидел подробно и сделал несколько своих выводов. Но в то же время понял, что преподавать чистый ДС уже поздно. Слишком много компаний любого размера уже этим занимаются. Фундаментально не отличаясь друг от друга. Как предложить что-то на порядок лучше, я пока не знаю. Получить удовольствие от математики. Но тут, конечно, цель достигнута и превышена в несколько раз. Однако самый главный подарок, который мне дал ШАД, это люди, с которыми я благодаря нему познакомился. Некоторые из них сейчас работают с нами в ФЛЕС. А некоторые дают советы и делятся техническим опытом, которого у меня пока нет. Без ШАДа этих классных знакомств, конечно, не было. Почему я взял Академ тогда? Потому что считаю, что год, вложенный в работу над другими вещами, сейчас будет для ФЛЕС полезнее, чем дополнительный год в ШАДе. Есть достаточно много гипотез в нашем бизнесе, которые я хочу протестировать как можно раньше. И у меня просто-напросто не хватило терпения их откладывать на потом. ШАД приносит удовольствие, тренируя и развивая мозг. Но при этом занимает много времени. Я пока, к сожалению, не могу позволить себе вложить столько времени в хобби. А в работу время вложить я должен иным образом. Я планирую дальше заниматься Data Science, поскольку это императив будущего. Но пока что не в формате ШАДа. Вернусь ли я в ШАД? Мне было бы это интересно сделать. Поэтому я не отчисляюсь, а именно беру Академ. Но получится ли у меня вернуться, я пока не знаю. Для вас, как зрителей, мой Академ – это небольшая потеря. Ибо про поступление и про учебу в ШАДе я уже рассказал все, что мог. Кажется, добавить уже нечего. Однако при должном количестве ваших комментариев, например, хотя бы штук 50, тема изучения Data Science получит новую жизнь на канале. Хотели бы вы узнать, чем от ШАДа отличается, например, Made от Mail.ru и Озон Мастерс? Как к ним пройти отбор? Кому и зачем стоит идти в Школу 21? Какие есть еще альтернативы? Если да, напишите об этом в комментариях. И поделитесь, что именно вам интересно. А я схожу в гости, например, к Виктору Кантуру и Александру Дьяконову. Расспрошу их и покажу вам. Жду ваших идей. До скорой встречи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok